Привет! Это Лайв Загрузка и сегодня мы познакомим вас с самыми интересными приложениями для смартфонов и планшетов. Приготовьте свои гаджеты, а наша специальная рубрика «Звезда загрузила» расскажет, какими приложениями пользуется солист Матэ Бэнд Максим Кузнецов. Итак, первая новинка – игра Badland. Она покорила пользователя устройств под управлением iOS и теперь пришла на Android. Поклонники игры ждали её целых три месяца. Badland – приключенческая бегалка с элементами головоломки. Действие разворачивается в лесу, полном различных обитателей, деревьев и цветов. Хотя лес и выглядит так, как будто сошёл со страниц прекрасной сказки, похоже, что-то в нём совсем не так. Игроку предстоит узнать, что именно. На своём пути он обнаруживает поразительное количество оригинальных ловушек и препятствий. Помимо прекрасного окружающего вида, игра содержит приятное звуковое сопровождение. После выхода на iOS она успела побывать на верхних строчках разнообразных рейтингов и собрала сотни положительных отзывов. Как от журналистов, так и от простых пользователей. Habitizer – приложение помогает выработать здоровые привычки и присоединиться к движению за здоровый образ жизни. Вы миллион раз думали о том, что пора бы бросить курить, заняться фитнесом и избавиться от пары-тройки лишних килограммов? Но не хватает мотивации? Приложение знает, как помочь достичь поставленных целей. Процесс выработки здоровых привычек станет простым и естественным. Для того, чтобы стать ближе к здоровому будущему, нужно выбрать привычку в соответствии со своей целью. Или же можно создать привычку самому. Приложение будет регулярно напоминать о поставленной цели, следить за вашими успехами, фиксировать все этапы продвижения к цели. На днях вышло обновление Facebook Messenger. Это бесплатное приложение для обмена сообщениями, фотографиями, аудиозаписями. После обновления в нем используется привязка к номеру. Приложение не имеет ничего общего со встроенным в сам Facebook чатом. Чтобы начать работу с Facebook Messenger, нужно войти в аккаунт социальной сети. Если собеседник долго не отвечает, ему можно позвонить прямо из приложения. В чатах используется большое количество бесплатных коллекций смайликов и наклеек. Есть встроенный диктофон. Можно записывать голос и отправлять собеседнику. Правда, минус в том, что звук отправляется мгновенно. Нельзя прослушать или отредактировать. А сейчас наша специальная рубрика «Звезда загрузила». В ней мы рассказываем о пяти любимых приложениях известных актеров, музыкантов и спортсменов. Сегодня пятерку своих любимых программ представит солист Матэ Бэнд – Максим Кузнецов. Первое любимое приложение Максима – популярная фото соцсеть Instagram. Подробно описывать не будем. Скажем, что сейчас им пользуются 130 миллионов человек. И недавно приложение вышло на Windows Phone. Максим следит за новинками музыки, кино и игр. В этом ему помогает Алертер. Приложение сканирует музыкальную базу iPhone и iPad. И автоматически подписывает на обновление любимых музыкантов. Эти подписки будут отражаться на первой вкладке – Алертер. Будет доступна полная дискография артиста с возможностью быстрого перехода на его страницу в iTunes. Можно оформить подписку на музыкантов, которых еще нет в базе. Для этого существует функция «Поиск». Такой же режим подписки работает и для приложений, и игр. Алертер распространяется бесплатно. Иногда просто необходимо отдохнуть от концертов. Выбрать и купить путевку MateBand помогает SkyScanner – лучший поиск авиабилетов в мире. Сервис помогает найти подходящую путевку в соответствии с пожеланиями пользователя. Прямо из приложения можно забронировать авиабилеты. Результаты сортируются по цене, авиакомпании, времени вылета или прилета. Существует график цен на неделю, месяц или год. Следующее приложение в списке «Дубль ГИС». Это подробный справочник организаций с адресами и телефонами. Плюс можно узнать время работы компании и построить маршрут прямо из приложения. Если вы предпочитаете ездить на общественном транспорте, то «Дубль ГИС» покажет на какой остановке, какая маршрутка или троллейбус останавливается, и можно сразу же посмотреть маршрут и промежуточные остановки. Плюс в том, что можно работать в оффлайн-режиме. Максим любит игры по типу фермы. В свой iPad он установил в виллу смурфов. Кто не помнит, смурфики – это мультсериал, главный герой которого – «Синие гномы в белых шапках». Суть игры сводится к строительству домов и выращиванию растительных культур. Свою виллу можно расширять и улучшать качество жизни. Чем больше домов в деревне, тем больше ее населения и больше рабочих. В игре множество мини-квестов, за которые пользователь получает бонусы. Наша загрузка подошла к 100%. Новые файлы мы начнем качать ровно через неделю. Заходите на наш сайт rostovlife.ru в раздел «Стоп снято». Здесь вы можете посмотреть архив всех наших программ и эфир в режиме нон-стоп. До следующего обновления. Пока!